Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня четверг, 28 января, предлагаю вашему вниманию обзор по парам с австралийцем и новозеландцем, которые уже начали постепенно снижаться в рамках большой коррекции. Недавно эти пары торговались в рамках диапазонов, которые на данный момент покинули и продолжают снижение, а потенциал этого движения еще имеется. Итак, давайте посмотрим подробнее. Австралийский доллар продолжил снижение в соответствии с ожиданиями, но пока не добрался до целевой области. Надо полагать, что достижение верхней границы этой области является вопросом времени. Тем не менее, пока сценарий находится в фазе исполнения, пара предполагаемо отскочила от сопротивления на 0.7779, после чего достигла нижней границы образованного диапазона на 0.7677, от которого попыталась начать рост, но уже в середине диапазона попытка была отбита, что привело к последующему снижению с выходом за границы этого флета. Таким образом, нисходящая коррекция вступила в фазу активного развития, и снижение еще имеет потенциал для продолжения. Поэтому прежний сценарий сохраняет свою силу с установкой новой целевой области для движения цены. Ну и вот на актуальном графике в данный момент достаточно сильным сопротивлением может оказаться уровень 0.76777, а предельной границей для движения выступает район середины флета на 0.7734. Этот промежуток выступает некой буферной зоной, от которой можно будет ожидать последующего отскока, что даст шанс для формирования нисходящего импульса с целью в области между 0.7525 и 0.7500. Отмена сценария состоится в случае ухода цены выше разворотного уровня на 0.7734. Схожая картина наблюдается и в новозеландском долларе, но здесь пара долго торговалась в узком диапазоне между 0.7177 и 0.72919. После чего зашла в буферную зону, где не смогла закрепиться, начав снижение. Целевая область также пока еще не достигнута. Цена пока находится на полпути к ней. Очевидно, что достижение этой области является всего лишь вопросом времени. Здесь коррекционная фаза также находится на стадии своего активного развития. Вероятность снижения еще имеет потенциал для продолжения, поэтому прежний сценарий остается без изменений. И вот на актуальном графике сейчас цена тестирует достаточно сильный уровень поддержки, удержание которого может привести к локальному коррекционному восстановлению цены к сопротивлению на 0.7177. Хотя и вариант с немедленным пробоем вниз также вполне возможен, после которого движение может продолжиться дальше к целевой области. Подтверждением намерения на дальнейшее снижение в случае коррекции послужит отбой от зоны сопротивления на 0.7177 с обновлением локального минимума. Цели в этом случае для достижения прежние – это область от 0.7051 до 0.7004. Отмена текущего сценария состоится при росте выше разворотного уровня на 0.7219. И на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске. Продолжение следует...